A-Way Всем привет! Меня зовут Алина, и я рада вас приветствовать на канале A-Way. В этом видео я хотела бы поговорить с вами о том, как же быстрее достигать наших целей и планов, что может ускорить процесс достижения наших целей. Я выделила пять правил, которые, возможно, вам помогут. Давайте же разберём всё-таки, что это за правило. Поехали! И правило номер один – это достижение нашей цели маленькими шагами. Очень часто мы рассматриваем какой-то процесс с общей точки зрения. Когда что-то не получается, мы смотрим в общем и не понимаем, что не получилось, что не так. Тогда этот процесс нужно разделить на некоторые шаги, которые являются этапами к достижению конкретной нашей цели. Тогда мы детально разбираем весь процесс и можем выявить какие-то наши недочёты, то, над чем стоит лучше поработать. В общем, по факту, это относится к тому, что крупные цели нужно разделять на маленькие шаги и этапы достижения крупных и глобальных результатов. Правило номер два – фокус на одной вещи за раз. Очень часто бывает так, что мы концентрируемся на нескольких вещах, на нескольких целях сразу. Да, нам свойственно желать всё и сразу. Да, нам хочется абсолютно точно, чтобы все наши планы, мечты, желания осуществлялись как можно скорее. У меня, кстати, есть видео на канале, на чем фокусироваться, если у вас много желаний. Оставлю здесь подсказочку, но сейчас мы говорим с вами о целях. Так вот, в достижении целей действительно важна фокусировка на какой-то конкретной цели в определённый промежуток времени. Потому что если мы распыляемся на множество разных целей, то что-то мы просто можем упустить из виду. Понимаете, что цель и мечта различаются между собой. Мечта – это то, чего мы желаем, то, чего мы хотим. Вне зависимости от того, какие действия, в общем-то, мы можем предпринимать к достижению данной мечты. Это просто образ того, что мы хотим получить. Цель – это результат конкретных действий. Это определённый путь, который нам нужно выполнить, который нам нужно пройти для того, чтобы эту цель достигнуть. Мы делаем определённые шаги, определённые действия к достижению своих целей. Мечтать же можно практически не делая ничего. Просто фокусироваться на своих мечтах. И очень часто бывает, что мечты как-то сами внезапно приходят в нашу жизнь. Говоря о целях, мы скорее говорим о каких-то рабочих процессах, о каких-то конкретных задачах, связанных с вашей деятельностью, которой вы занимаетесь. Поэтому здесь важна фокусировка на конкретной цели за один раз. Правило номер три. Это же, конечно, регулярность. Регулярность наших действий. Вы знаете, замечено очень многими людьми, что лучше маленькими дозами, но каждый день выполнять какие-то определённые действия для достижения своей цели, нежели делать объёмную работу, но достаточно редко. Я раньше не сильно обращала на это внимание. А потом действительно на практике поняла, что регулярность – это вообще такой залог в успешности достижения ваших целей. Поэтому никогда не забывайте про это понятие. Правило номер четыре. Помните, что вам необходимо найти свой путь к достижению той или иной цели. Посмотрите вокруг. Очень много людей достигают определённых результатов, одних и тех же результатов, но совершенно разными способами. И для кого-то подходит один метод, для кого-то подходит совершенно другой метод. Я заметила по себе. Очень часто мы не можем прийти к своей цели, потому что идём не теми методами. Мы смотрим на других людей, и у них получается достичь своих целей, похожих целей, конкретным способом, конкретным методом. Но нам этот метод может не подходить. И часто мы забываем об этом. Поэтому я бы рекомендовала искать несколько разных источников, несколько разных способов и методов, пробовать их на практике и смотреть, что именно подходит вам. Потому что один и тот же метод по-разному может сработать у разных людей. Помните, что мы все разные, и каждый воспринимает информацию по-разному. Я заметила, что мы смотрим различные лекции, тренинги, что касается именно теории. И очень часто мы выбираем людей, похожих на себя, потому что мы способны лучше усвоить информацию от этих людей. Очень часто мы смотрим или слушаем того человека, который нам импонирует, который нам приятен. Так мы лучше воспринимаем от него какую-то ценную информацию, нежели от человека, который нам чем-то не нравится, чем-то неприятен. Неприятен его тембр голоса или то, как он выражает свои мысли. Также и здесь мы выбираем сами учителей. Те методы, которые выбирает каждый для достижения своих поставленных задач и целей. Ну и, конечно же, правило номер пять. Это работа над ошибками. Так называемый разбор полетов. Что не так? Очень важно анализировать свою деятельность. Все процессы, которые вы проходите поэтапно. Смотреть, что у вас получается, что не очень. Анализировать и продумывать то, как вы можете на это повлиять. Как вы можете улучшить быстроту процесса, либо качество, либо еще какие-то другие функции, которые вы выполняете. Это очень-очень важно, потому что каждый учится на своих ошибках все равно. Хоть мы и хотим учиться на ошибках других людей, но практика показывает то, что, к сожалению, все равно мы спотыкаемся сами. И это нас учит очень сильно. Вот для того, чтобы не совершать одни и те же ошибки, мы должны обязательно делать работу над ошибками. Чтобы понимать, что для нас конкретно хорошо сработало, что для нас сработало не очень, а что вообще отвратительно просто и не работает. Конкретно для нас. А для кого-то, может быть, такие моменты будут хороши и пригодятся, но конкретно для вас, вашей ситуации, в процессе достижения конкретной вашей цели, это было фатальной ошибкой, например. Или можно было сделать лучше. И вы это понимаете только тогда, когда уже пришли к своей цели, прошли этот путь. Просто вы в следующий раз будете уже умнее. Но такую работу проводить обязательно нужно. Ну что ж, я надеюсь, что эти пять правил помогут вам быстрее достигать вашей цели. Возможно, у вас есть какие-то свои правила. Напишите их в комментариях. Это будет полезно для моих зрителей и для меня лично. Если вам видео понравилось и было интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное. И до встречи в новых видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok